Через этот жилищный кодекс поднять коммунальными тарифами выехать в реке из квартиров, заселить их в бараки или отправить на землю с лопатой Азарова. Квартиры забрать, а потом заселить их дешевой рабочей силой из Африки и Средней Азии. Благодаря нашим действиям, нашей организации, моей и Жене Сологнов, мы уложили большой клад для того, чтобы этот жилищный кодекс вообще сняли с рассмотрения Верховной Рады. Следующий нашел, заменил пенсионный кодекс, в котором повышается возраст выхода на пенсию. Это констатировал тот факт, что нынешняя власть не имеет средств, не имеет возможностей и не знает, каким образом обеспечить достойную пенсию тем людям, которые уже проработали 30-35 лет, а то и больше. Они этого не знают и не собираются знать. В народе этот кодекс называется «Работа до смерти». Разве это можно такое терпеть? Вы понимаете, что пенсии, через 5 лет они запланировали, никто доживать не будет. Вместо умершего населения планируется сюда завозить дешевую рабочую силу с Азии и с Африки. О чем я однократно заявлял Азара, ведь и гибко, что экономика ровет, если мы не завезем сюда работяг вот этих дешевых. Еще один кодекс, который сейчас висит, он в стадии замораживания. В этом кодексе, если его кратко описать, это называется «Рабочих станет работой». Там фактически ликвидируется полномочия профсоюзов. Это становится обоснованная ширма, просто название для демократического Запада, что мы разрешили профсоюзам на предприятиях быть. Их лишает полномочия, называемых стручами, деятельность предприемства. То есть вы можете ходить, пальцем махать директору, что ты не делал плохие вещи, ты не делаешь сейчас такой рабочий день. Отправь, пожалуйста, людей в отпуск. Он на это может не реагировать, и никакой суд не примет заявление этого профсоюза. Кроме этого, там вводится неограниченный рабочий день, неограниченная рабочая неделя. То есть по усмотрению собственника, который становится фактически барином на предприятии, он может с рабочими творить все, что угодно. Вот это факты. Это то, что за год, они когда шли на выборы, они нам это не обещали. Никто не заикался. Они только говорили, пенсия будет 2000 гривен. Мы создадим миллион рабочих мест. Они создали на нас четыре вот эти законы для того, чтобы убить, просто убить здесь население и забрать землю, с которой грабить, грабить, грабить и грабить дальше. Я вспоминаю январь месяц, египетские события. И по Евроканалу шел сюжет, когда там на площади Таркан стояли миллионы египтян. И один египтянин сказал такой, что вы против чего вышли? Вы вышли, говорит, за. Говорит, этот мы баран вместе со своей семьей. Говорит, они как щупальцами окутали нефть и наш туризм. И все, говорит, доят, доят с нашей земли. Говорит, ты можешь, говорит, сутками пахать, говорит, в поте, говорит, и в крови. Говорит, больше, чем на кусок хлеба ты не заработаешь. Тебе просто не дают возможности. Говорит, мы знаем, что в нашей стране можно заработать. И мы знаем, что в Украине можно заработать. У нас богатющая земля. А для того, чтобы дать очень хороший ответ этой власти. Вот здесь у нас... Жень, с ними, пожалуйста. У нас здесь народное оружие гнева. И мы там власти даем хороший ответ. Мы эти кодексы... Топчите, рвите их! Это только кодексы. Следующие будут действия уже. Запомните, мы здесь прошли и дальше начинаем действовать на слове статьи 5 Конституции Украины. Мы народ. Мы это власть. И только нам принадлежит право решать, как нам дальше жить. Спасибо. Слава Украине, харьковчане! Слово с информацией про то, что происходит в столице Украины, в городе Киеве. Знак поддержки акций, в которой мы проводим свои харьковские заходы, день влево, надается Валерию Репину. Приготавливается Василий Тротецкий, глава Харьковской областной организации Украинской народной партии. Сейчас такие акции проходят по всей Украине, во всех областных центрах и в городе Киеве, возле Верховной Ради. В Верховной Ради уже выступили народные депутаты. Екатеринчук, Яварийский, некоторые другие народные депутаты выступили. В Возле Верховной Ради находятся представители всех регионов Украины, в том числе и Харькова. Сейчас идут выступления представителей регионов. Вы выступили представители Донецкой, Луганской, Харьковской области. Придавали привет, в том числе, регионы, с тем, что они требуют поддержки, чтобы вы здесь находились, как и они там. И они ждут все нас в Киеве. В Киеве на Апцию, 19-го числа, вперед, Украина вперед, Харьковичай вперед, народ вперед. Все на Киев, мы ввели им поход на Киев. Слава надается Василю Тротеевскому главе Харьковской областной организации Украинской народной партии. Приготуватися Андрей Ильгал. Группа «Прорвемся». Дорогие украинцы, Украинская народная партия и представители Харьковской области сегодня тут, на Майдане Свободы, потому что мы не придружи. Не придружи до того, что не появляется в Украине. Мы проявляем свою солидарность до всех тех частых людей, которые пришли на Майдан Свободы, которые, с поважных причин, не имеют сегодня, каких-то имеют среди нас, а не каким болеть за Украину. Болеть за то, что Украина ненависна, чужая влада нищить, нищить историю, нищить культуру, физично нищить украинцев. Как мы можем противостоять этому? Насамперед, только обладающие свои усилия. Чтобы политические силы предпоминали взмагаться между собой, кто кращий. Чтобы предприятий структури разумели одно – они должны быть едиными. Чтобы экономические организации так же известны. Больше, как счастья и майбуты Украины, не должны быть. И если мы умеем донести эти слова до всех харьковян, нас будет набагато больше. Если мы умеем вернуться к местным заспорам массовой информации, то далеко не все просто. Адекватной оценки того, что происходит сегодня на Харьковичине, не имеет силу различных причин. Но это может быть. И мы думаем обратиться к властям и каналам, к менеджерам каналам, с проханием сделать все, чтобы сегодня была одна тема. Как защитить украинца. Украинца российского похода, вирменского, грузинского, этнического украинца. Мы должны сделать все, чтобы не реагировать на провокации влади, чтобы не было таких событий, которые были 9 травм. Мы должны сделать все, чтобы для нас главной ценностью была человеком. Мы должны осуществить, что нынешней влади не легитимной, не законной, не можно обратиться, не нужно, потому что они пози законом. Они не могут действовать в интересах украинца. Они действуют в интересах властных и тех олігархов, которые сегодня ведутся с бюджетом. Вот осуществление этого даст нам возможность нам быть и решительными, а то я то все нема чого. Гирше уже не будет. И в конце концов, каждая людина має осуществить. От нас сегодня, от каждого из нас зависит, что будет завтра, каким будет завтрашний день, как будут жить наши дети и наши онуки. Но мы должны решительно говорить о том, что все видны зрадниками интереса Украины. Украина, партия регионов, коммунистов, партия Литвина, все перебильщики, зрадники, которые подтягивали из других фракций, которые создали в незаконный способ большинство, которые создали незаконный уряд, а уряд незаконно создавал свои структури на местах. Это нужно постоянно говорить. Я закликаю имирувать, начиная с сегодняшнего дня в ладу. Кто бы это ни был, потому что они не легенды. Не слушайте, извините, провадовские подрехинки, Герман, Букьяновых. И всех, и всех других. Не нужно, не мармуйте час. Потому что эти центральные программы, которые вынуждены сказать, что страшная часть местных коммунистов, они сегодня работают на договоре в ладе. Им интересы людей не нужны. Нас должны сегодня объединять на прапори. Да, я, который, адвесную организацию Украинской народной партии, Но я еще про это говорил. Мы должны быть над партийными интересами. Мы должны любить и шановать каждого протестующего за то, что он это делает. И не запитывать, какой умолен он спалится, и до какой политической силы он налажет. Но мы сегодня должны говорить о украинцах. Их много в Харькове, но их мало тех, кто заявляет свой протест. Чому так происходит? Нам нужно стараться спокойно и понять, что мы будем делать. Не дорихаючи, не ображаючи. Такий способ ничего не сделать. Как повернуть внимание людей? Как сделать так, чтобы произошел выбор в Верховной Раде? Я вас понимаю, у нас нет Верховной Ради. Нема, есть. У нас есть напевкриминальная структура, которая, мы это знаем, которая обеспечивает интересы олигархов. У нас есть украина-ненавистный уряд. И про это нужно говорить отверто. Я хотел бы завершить свой выступ такими словами. Мы не гибли кращого життя. Мы не разородемонстрували и харькидали про то, что мы сильные. Мы всегда имели позицию. И когда приходил Верховной Раде, мы не умели его бороться. Нам нужно это делать разом. И только разом. Не критиковать один одного. Допомогать, понимать помилки так. А делать все для того, чтобы нас все больше и больше выходило. И чтобы мы защищали самое ценное, что сегодня есть. Это жизнь и свободы людей и нашу риту Украину. Слава Украине! Слава, слава, дядяшка! Молодец! Украина, народ! Слово надается Андрю Ильгову. Правозахистная группа «Прорвемся». Приготоваться Юлия Юдина. Так же группа «Прорвемся». Добрый день всем. Когда я заезд на этот бронечок на неизменный красный, я понял, что не совсем день гнева настал. Я понимаю прекрасно, что нам сегодняшнего дня мы можем переименовать эту акцию. И сказать, это начало дня гнева. Начало того дня, когда здесь эта площадь будет полностью заполнена. Как это сделать? Руки надо к этому вопросу очень системно. Готовить по всем районам области, районам городов, общаться с людьми, показывать им, насколько эта власть нелегитимна. И так далее. Практически народ убеждать, что это не нужно. Вы знаете, столько слов передо мной было сказано, что, по сути, добавить нечего. Все уже сказано. Власть нелегитимна. Они есть в сговоре. А в соответствии с этим ОПГ, организационная преступная группа «Роковка». И от Януковича, и до мира нашего города Харькова. Это все люди из партии регионов. Партия регионов взяла на себя ответственность. Они обещали нам почуты, покраситы. И так далее. В соответствии с этим, эта группировка объединила свои усилия против нас. Наши действия. Мы обязаны объединиться против них. И за Майдинку, за Украину. Это в первую очередь. Я с сегодняшнего дня заявляю вам всем о том, что моя задача, это как раз таки мобилизировать народ. Нам мобилизировать тех людей, которые утопают в долгах. Которым скоро придут исполнители судебные. Будут литарские дни, но вместе с ними за волосами. Будут лишать жилья и так далее. Это власть цинична. Она отправится олигархами конкретными, которые болотают за один год в три раза. И это миллиард долларов. Поэтому я помимо того, что возглавляю и с таким на правозащитную группу провелся, я еще не являюсь 2005 года членом военного Тюшина. И моя задача с сегодняшнего дня пойти в партию и заставить сделать так, чтобы партия начала работать по всем направлениям. Чтобы партия новая Тюшина стала настоящим защитником. И тем, той структурой, которая объявит все разрозненные очки, инициативные группы, общественные организации. Я на последок могу вам пообещать, что Украине быть. Давайте все вместе это скажем. Украине быть! Украине быть! Украине быть! Украине быть! Украине быть! Спасибо большое, Арси. Я всех люблю. Андрей, пусть партия прокомментирует заявление Батьковщины для людей, скажет правду. Да вы правду скажите людям про заявление, что вас назвали маргиналами, ребята. Скажите правду. Батьковщина назвала правду. Батьковщина назвала правду. Вы правду людям скажите. Вы правду скажите про заявление Батьковщины. Областная организация вчера сделала заявление. Прекращай этого баттлами. Какое? Ты зарабатываешь? Подожди. Там вас отманывай. 15 тысяч гривен. Ты не слышишь или нет? Я пануешь лицем. Успал. Успал опять. Ты не слышишь? Подожди. Вчера Батьковщина, областная организация, сделала заявление, что она не поддерживает этот митинг. Считает его Кутоборским. И она единственная не маргинальная сила. Вам нужно сказать о Майданове. Какие это можно прочитать? На сайте. В группе Батьковщина. В том числе на персональном сайте Абакова. Пусть вам скажут. Пойдите, распечатайте, принесите. Мы почитаем. Подожди. Ребята, ну вы же... Это провокатор. Чего вы не знаете? Это самый голубой провокатор. Помощник выровца, который поддержал в прошлом году вырубку леса в парках, в Пятихатках. Вот это он. Это он, который хотел рассказывал, как всем будет хорошо жить. Не слышишь меня, Юра. И по телевизору потом показывали. Вот это патя региона. Вот это патя региона. Вот это патя региона. Вот это патя региона. Ну вас обманывают. Человек, который судит, провокатор региональный настоящий, который ходит по площадям и мешает людям нормально жить. Вы вам, Подтихина вчера сделала заявление, что она не поддерживает эту акцию. Понимаете? Ребята, отстаньте от патяна больного. Отойдите от него. Здесь десяток организаций, кроме подкирщины, поэтому уйдите. Человек выступал от подкирщины. А это просто самая, блин, правда. Потому что там иного интереса. Каждый месяц право на обзорочное осуждение. Вы нарушаете его без конвенции. Каждый месяц право на обзорочное осуждение. Каждый месяц именемат. Не обращаетесь. Вы слышите, что я вам говорю? Да. Сейчас есть. Ой, люди дурные. Кто он? Они считались надо мной? Вот, депутат. Одностного совета. Кробот версии. Вам только что выступали. Я совсем не мячала. Вы уважаете право других людей, высказать свое мнение. Я попросил прокомментировать депутатов, но совета в своем мнении. Я попросил прокомментировать депутатов, но совета в своем мнении. Я попросил прокомментировать депутатов. Я запросил прокомментировать депутатов, но с протянутой рукой. Вы меня там деньги из простого народа. Постарела и подурнела я. Чем мы тебе помочь можем? Может денег дать. Или давай-ка обратимся к хвостям, может, тебе помогут. Прощай! Ой, деточки, только правда и справедливость вернут мне молодость и силы. Вот и пришла я к вам, люди добрые, просить справедливости. Ой, помогите, люди добрые, и тебе отменяется политическая власть. Мы, бабушка, мы создадим общественный суд, туда может выйти каждый гражданин, который пострадал от произвола чиновников. И будут пресежные заседатели, которых невозможно подкупить, которым невозможно заставить принять несправедливое решение. И каждый человек сможет обратиться в суд со своей бедой, и судить мы будем все поспорить. Вот мое доставление, не препятствуйте мне, пожалуйста, мои друзья. Я такой журналисту попрепятствовать не буду. Да, тем более. Уже было первое слушание, идет второе слушание. И помощник депутата. Я не вижу журналистских каких-то ваших регалий. Журналистские где-то. Подсвечивание, читай. А где журналистская подсвечивание? Смотрите, мы препятствовали. Вам не препятствуют, смотрите, хорошо. Так какой интерес ваш? Сейчас, мой интерес. Сейчас я вам объясню. Как ощущаешь, и мы учим. Есть такое заявление. Да, да, да. Он уже об этом сказал. Вы заявление свое можете точно так же, как и они, таким же образом. Я говорю, ну, мне правду исправедливать. Нет, вы правильно говорите, что народ имеет, народ имеет, народ имеет, народ знает правду. Я вам, Украина! Браво! 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 Вы когда будете при конференции проводить, тогда при осенью у вас здесь увидите. Браво! 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 Браво!